В Омске состоялся региональный этап всероссийского конкурса молодых исполнителей «Громче». В этом году участники состязались в двух возрастных категориях – от 14 до 17 и от 18 до 35 лет. Соперничество шло в четырех номинациях, начиная народным пением и заканчивая рэпом и хип-хопом. Финальная часть прошла в молодежном центре «Химик». На сцене блистали музыканты, которые профессионально и с душой пели о своей стране, культуре и традиции. Если человек правильно и грамотно переносит через себя, то тогда и зритель это увидит и поймет смысл. Главное – понять самой и перенести через себя. Тема любви к родине, подвига народа в Великой Отечественной войне была отмечена почти во всех композициях вокальных коллективов и сольных исполнителей. «Это просто война! Это просто разлуга! Это просто вина, что на землю пришла! Это просто судьба! Злая доля и мука! Это просто война, что мальчишку нашла! Это просто война!» Искренность и сопричастность. По словам победительницы конкурса Екатерины Рокитянской, только так можно дотронуться до сердца каждого и взволновать души зрителей. Молодая певица очень трогательно исполнила известную песню «Письма с фронта». Я полностью погрузилась в свою песню, и я пыталась, самое главное, показать чувства и передать эмоции этой песне, тем самым, наверное, выигрывать. Для меня очень важна эта песня тем, что в этой песне очень глубокий смысл о любви и о любви. Екатерина Рокитянская отличилась в споре исполнителей 14-17 лет. В возрастной категории от 18 до 35 победителями конкурса стали Яна Никитина и Яна Отрадного из Нижнеумского района. Среди вокальных ансамблей главный приз выиграл коллектив «Надежда» на Варшавского района. Итоги конкурсной программы подвел член жюри, певец и продюсер Алексей Голиздра. Наша земля издавна издревле, славилась талантами, и этот конкурс не исключение. На самом деле очень много интересных ребят. Я бы даже сказал, что я удивился, что достаточно много песен патриотической направленности, и это прекрасно. Все отличившиеся исполнители были отмечены дипломами и специальными призами. Редактор субтитров А.Семкин